Большой праздник отметили те ставропольцы, которые имеют отношение к театру. Ставропольскому отделению театральных деятелей исполнилось 80 лет. Как отпраздновали юбилей и какой путь прошел союз от общества вспоможения сильно пьющим артистам до главной театральной организации страны. В мир декораций, грима и аплодисментов погрузился Андрей Бусыгин. Обычно эти люди на сцене или за кулисами, но сегодня они в зале. Здесь актеры, режиссеры, гримеры, света и звукотехники. Всех их объединяет служение Мельпомене и союз театральных деятелей. 145 лет назад великая актриса Мария Савина создала общество вспоможения сильно пьющим артистам. Объединение стало стремительно прогрессировать. И постепенно превратилось в союз театральных деятелей. Ставропольское отделение образовалось в 1935 году. Сейчас в нем состоит около 50 творческих объединений. В этот знаменательный день желаю вам и вашим коллегам крепкого здоровья, счастья, творчества, вдохновения и новых интересных проектов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Здесь не только помогают начинающим артистам и признанным мастерам. Ставропольский союз театральных деятелей – это площадка для обмена опытом, поиска новых сценических решений и общения. Союз театральных деятелей – это организация, которая объединяет всех нас, театралов города и края, в один такой тесный круг. И мы действительно чувствуем, что мы близки друг к другу, близки по духу. Нас объединяет наш любимый зритель. Мы когда встречаемся, очень нам хорошо и весело вместе. Потому что, ну, наверное, как люди любой профессии, театралы должны держаться вместе, чувствовать тенденции новые, чувствовать время, чувствовать, что нужно зрителю сейчас. Со сцены артистов поздравляли творческие коллективы, фольклорные ансамбли и студенты Краевого училища искусств, те, кто скоро придут на смену ветеранам сцены. Ведь театральные подмостки всегда нуждаются в новых актерских решениях. Андрей Бусыгин, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение.